В воздухе витают головокружительные ароматы. В котлах жарится курдюк, лук и различные сорта мяса. На столах перед каждым из 12 участников конкурса все необходимое для приготовления плова. Все действовали исключительно по команде жюри. Ну а попробовать себя в роли ашпаза на этом мероприятии мог любой желающий. Главное условие – огромное желание. Похвастать своими кулинарными способностями сегодня пожелали участники из Сайрама, Карблака, Карамурта, Шимкента и даже Туркестана. Последние посвятили этому блюду целую песню. Определение победителя – непростая задача, тем более, что сегодня соревновались профессионалы и любители. Даурен Дусибаев узнал о конкурсе из интернета и сразу решил принять в нем участие. Я сам родился в Ташкенте. Там мама каждый раз готовит плов. Ну думаю, поэтому будет сладкий плов. Махида Юлдашева – единственная женщина, состязавшаяся в умении готовить плов с мужчинами. Традиционно считается, что это блюдо женский круг не любит. Но у поэтесс творческого объединения Чимкент на этот счет свое мнение. Женщина вкладывает в приготовление плова всю свою любовь. И потом, неужели женщине, которая буквально горы может ворочить, не под силу приготовить это блюдо? Всего пара часов и настал час дегустации. Проведение такого рода фестивалей, объединяющих представителей разных национальностей, становится в Шенкенте доброй традицией. Фестиваль кумыса, медовый спас и вот теперь фестиваль плова. А конкурс запомнится еще и тем, что настоящие мастера своего дела могли поделиться со всеми гостями не только результатом труда, но и дать любителям мастер-класс не отходя от котла.